Здравствуйте! Это программа «В порядке» в студии Дарья Дёмина, старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ и общественностью. В уссурийске осуждён мужчина, убивший незнакомца в результате конфликта из-за громкой музыки. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления муниципальной собственности администрации Владивостока Андрея Елькина. Прокуратура Тернайского района организовала проверку по сигналу в СМИ о возможном нарушении трудовых прав гражданина. У уссурийской городской прокуратуры постановлен обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть незаконные приобретения, хранения, перевозка и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. И части 1 статьи 105 Уголовного закона, то есть убийства. В судебном заседании установлено, что в июле 2022 года осуждённый вблизи водоёма на территории Уссурийского городского округа нашёл автомат Калашникова с патронами, который присвоил себе. В августе 2023 года в ночное время фигурант взял с собой оружие и направился на встречу со знакомым для выяснения отношений. Не застав последнего, мужчина возвращался домой, услышал громкую музыку, доносящуюся из квартиры одного из многоквартирных домов на улице Амурской. Осуждённый зашёл в подъезд, стал требовать от жильца квартиры выключить музыку. В результате развязавшегося конфликта выстрелил мужчину из автомата. От полученных ранений потерпевший умер на месте. С учетом позиции прокурора суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 8,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. 17 июля 2024 года в социальных сетях появилась информация о том, что работник ООО «Терней Лес» уволен после того, как распространил видео, в котором проявил обеспокоенность условиями содержания собаки на территории предприятия. Также сообщается, что мужчина выполнял трудовые функции без официального трудоустройства. Прокуратура Тернейского района организовала проверку, в рамках которой даст оценку соблюдению трудовых прав граждан, задействованных на работах предприятия. По результатам ведомство примет исчерпывающий комплекс мер реагирования. В Приморье по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления муниципальной собственности администрации Владивостока Андрея Елькина. Установлено, что в 2019 году в отношении земельного участка на улице Сабанеева, площадью 0,3 гектара, образованного с целью эксплуатации объектов образования, изменен вид разрешенного использования на капитальные гаражи, в результате чего он продан по льготной цене 4 миллиона рублей вместо кадастровой стоимости порядка 16 миллионов. Продано физическому лицу для эксплуатации трех гаражей, общая площадь которых в 77 раз меньше переданного земельного участка. В результате действий Елькина бюджету Владивостокского городского округа причинен ущерб на сумму свыше 11,5 миллионов рублей. Прокурор города Владивостока направил материалы проверок в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по подпункту В части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть превышение должностных полномочий. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в надзорном ведомстве.